Взлом мобильных телефонов в СУ и при чем тут Илон Маск? Стрелков идет в президенты, пока Гиркин против, а в Грузии начинают процедуру импичмента президента. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самая важная и интересная новость. Россия может возобновить зерновую сделку, но ее нужно еще поуговаривать. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии. Первое сентября во всем мире. Кто как его проводит? Вот сегодня у нас первое сентября. Детишки-школьники наши передвигаются на лодках. Кто атаковал аэродром в Пскове? Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Давайте закрепим это доверие, поставим лайк на видео, прокомментируем его, и мы будем тогда знать ваши отношения к тому, что происходит в мире. Ну а пока мы как раз об этом и расскажем. Мобильные устройства бойцов Вооруженных сил Украины были атакованы российскими хакерами, которые пытались узнать планы ВСУ. Об этом пишет СНМ, ссылаясь на данные разведывательного альянса «Пять глаз». Раньше СБУ сообщали, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты, которые используются на поле боя. Вредоносный код распространялся через систему Starlink. В СБУ сначала отметили, что смогли заблокировать несколько попыток взлома, но при этом признали, что противнику удалось, цитирую, «захватить планшеты на поле боя» и установить на них вредоносное программное обеспечение. Вредоносные программы для мобильных устройств особенно коварны, поскольку они могут сообщать разведывательным службам физическое местоположение целей. «Пять глаз» — это разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Эти страны являются участниками многостороннего соглашения, такого договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки. Новая атака на Псков, только теперь одним беспилотником, а не двадцатью. Но и это там поняли не сразу. Жители города начали паниковать, писать в интернет о звуках стрельбы и взрывах. Глава украинской разведки говорит, что аэропорт Пскова был атакован с территории России. В целом, за минувшие сутки в Федерации дроны сбивали в шести регионах. Пять дронов в Брянской области, по два в Рязанской и Московской, по одному в Орловской и Калужской областях. Еще в ночь на 30 августа подвергался атаке дронов в Псковский аэропорт во второй раз. Стрелков идет в президенты. Не в президенты тюрьмы, а в президенты России. Находясь под следствием, под стражей, под наблюдением, не знаю под чем еще, террорист Гиркин решил баллотироваться. Он, наверное, решил, что живет в Соединенных Штатах и может, как Дональд Трамп, находясь под уголовным следствием, вести предвыборную борьбу. Он находится в Российской Федерации, и никто ему предвыборную борьбу вести не позволит. Его элементарно не зарегистрируют. До марта еще несколько месяцев ему могут вынести уголовное какое-то осуждение, а человек, тянущий срок по решению суда, участвовать в выборах не может. Господин Стрелков просто не знает правил игры. Точно так же, как он их не знал, когда вперся в Славянск со своими лихими ребятами. Так что это чисто пропагандистская, не очень удачная, но, видимо, неизбежная акция с его стороны для того, чтобы просто сохранить себя где-то хотя бы на периферии общественного мнения, потому что иначе про него все забудут. А вот забытого Стрелкова быстро и беспощадно удавят где-нибудь в Зиндане или загонят куда-нибудь за Можай, ну, или прямо так, как с Пригожиным, или, может быть, ну, чуть-чуть поаккуратней, помягчься, что ли. Правящая грузинская партия «Грузинская мечта» объявила о начале процедуры импичмента президенту. Все из-за визитов в Европу, на которые правительство вроде как не давало согласия. К примеру, в последний день лета Зурабишвили встретилась с президентом Германии. А по грузинскому законодательству президент может осуществлять такие визиты только по согласованию с правительством. Но проблема в том, что у правящей партии не хватает голосов для импичмента. Они об этом знают, но говорят о соблюдении формальности. Но дело в том, что позиция Зурабишвили, она несколько отличается от позиции правящей партии. И в контексте войны в Украине, в контексте возобновления отношений дипломатических, политических между Грузией и Россией, и возобновления вот этих рейсов авиационных и морских и подобных вещей. Поэтому она все больше уходит в траекторию собственную, какую-то политическую, имеет право на собственное мнение. Но это очевидно, что не нравится грузинской мечте. Они пытаются как-то ослабить ее влияние, наверное, внутри грузинского общества. Но я думаю, более чем влияние внутреннее, на внутренней политической арене, они пытаются послабить ее на внешней политической арене. И то, что она дает множество комментариев для европейских, американских медиа, в том числе для украинских медиа, это очень тревожит пророссийских политиков внутри Грузии. И они думают, что это влияет на усиление отношений между официальным представительством Грузии и других стран мира, что не входит в концепцию вот этого системного сближения с Россией. И, собственно, много было сделано шагов со стороны России для того, чтобы рассоединить Грузию с Европейским Союзом, для того, чтобы не получить кандидатство на вступление в Европейский Союз, для того, чтобы не сближаться с НАТО и вообще продемонстрировать всячески, что Грузия ближе там ментально, культурно, политически к России, чем к Европе. Вот это, я думаю, есть продолжением той политики, которую сегодня правящая партия пытается реализовать в контексте Зурабишвили. Чем это закончится, к сожалению, сказать довольно сложно. Здесь также вопрос политических переговоров и попытки приубедить других представителей внутри грузинского парламента для того, чтобы проголосовать за решение о импичменте. Это очень непростая процедура. Поэтому вряд ли можно сказать, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен. Но то, что он вносит какой-то политический деструктив в политический процесс Грузии однозначно, и то, что это дает еще один сигнал европейским партнерам Грузии о том, что там все очень сложно и плохо в контексте европейской интеграции, к примеру, это однозначный факт. Перед началом процедуры грузинская мечта обратиться-таки в Конституционный суд и проверит, правда ли президент нарушила законодательство. ООН предлагает России возобновить зерновую сделку. В Москву направили соответствующее письмо, набор конкретных предложений. Мы представили ряд конкретных предложений в письме, которые я направил министру иностранных дел России. Мы представили ряд конкретных предложений, позволяющих создать условия для возобновления черноморской «зерновой» инициативы. Мы считаем, что черноморская «зерновая» инициатива внесла очень важный вклад в то, чтобы сделать продовольственные рынки более адекватными нашим задачам по обеспечению продовольственной безопасности. Она позволила снизить цены. Она создала условия для доступа на мировые рынки многих стран, в частности, развивающихся. И мы считаем, что было бы чрезвычайно важно возобновить ее, и в то же время мы учли пожелания России и, я думаю, представили предложение, которое может стать основой для возобновления, но возобновление, которое должно быть стабильным. Я имею в виду, что мы не можем иметь черноморскую «зерновую» инициативу, которая движется от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Мы должны иметь что-то, что работает и работает на благо всех. Но, видимо, набор предложений недостаточно конкретный для Лаврова и российского МИД. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии. Есть только обещание стараться быстрее, стараться активнее. И все упирается в то, что решение проблем, которые препятствуют более активному вывозу российского зерна и российских удобрений, мешает Запад. ООНовцы сами ничего сделать не могут. Они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход. Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям. Я поэтому могу только подвергить, что как только будут необещания гарантии с конкретным результатом, который может быть прямо вот завтра притворен в жизнь, так прямо с завтрашнего дня и возобновиться. Все это происходит на фоне планирующегося визита президента Турции в Москву, где, как ожидается, зерновая сделка будет одной из главных тем. У России есть требования по бесперебойному экспорту собственного зерна и удобрений. Мы подтвердили важность их выполнения. Организация Объединенных Наций подготовила новый пакет предложений с учетом значительных усилий и вклада нашей страны. Мы считаем, что это будет подходящей базой для возрождения инициативы. Россия увезла свое ПВО с Курильских островов. Вряд ли они готовятся к передаче оккупированных островов в Японии, но жест показательный. О нем пишут в японской прессе. Японская газета «Майнити Симбун» ссылается на наблюдения профессора Токийского университета, который проанализировал спутниковые снимки оккупированных Россией островов. Профессор предполагает, что системы были переброшены к границам с Украиной. Кроме того, российские военные, вероятно, ремонтировали и отправляли на фронт старые танки и снаряды, хранившиеся на военной базе на Сахалине. Первое сентября в разных школах и разных странах проходит совершенно по-разному. Вот, к примеру, в Приморском крае России школьники добираются к знаниям на резиновых лодках. Вот сегодня у нас первое сентября. Детишки-школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. На Маникольский проезд 10. А в Киеве в полицию поступил звонок о минировании всех школ. Вот такой день знаний получается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей. Субтитры делал DimaTorzok